На Фридом наше время. Мы говорим о главных новостях дня к этому часу. Здравствуйте. Три человека ранены в Никополе Днепропетровской области вследствие российских ударов. Как сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак, осколочные ранения получил мужчина и двое женщин. Одна из них была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В городе повреждены около полутора десятков магазинов, многоэтажки и автомобили. Этой ночью российская армия атаковала центральный район Херсона. Под огнем артиллерии оказались жилые дома. Один человек пострадал. Медики оказали ему помощь на месте, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Также он уточнил, что российскими снарядами в домах повреждены стены, выбиты окна и двери, а также разрушены крыши. Наверное, прилетов 10 было. Окно вырвало, фундамент, кровля. Там окна по всему периметру. Потолок лопнул. Несколько прилетов, и мы совсем рухнем. Российская армия атаковала дронами три района Черкасского региона. В областном центре повреждены жилые дома, автовокзал и административное здание частного предприятия. Как сообщили военной администрации, обошлось без пострадавших. Атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ссылаясь на данные разведки, глава британского правительства заявил, что в первой половине октября Россия нанесла удары по как минимум четырем торговым судам в Черном море. И отметил, что участившиеся нападения со стороны Москвы на черноморские порты на юге Украины задерживают поставки продовольствия в страны глобального юга. Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться. Путин наносит ущерб миллионам людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пытаясь получить преимущество в своей варварской войне. Кир Стармер, премьер-министр Великобритании. Жители Покровского района Донецкой области продолжают покидать прифронтовые населенные пункты. За последние три дня в другие регионы Украины было эвакуировано более 300 человек. Те, кто вывозит людей с линии фронта, а это волонтеры и полиция, ежедневно подвергаются опасности, так как маршруты находятся под постоянным обстрелом российской армии. О том, как эвакуируют жителей Мирнограда, расскажут наши корреспонденты. По этому жилому многоквартирному дому, в котором проживало пять человек, российские войска нанесли ракетный удар 21 октября. Погибло двое мирных жителей, предположительно, они уроженцы Авдеевки. Сложно себе представить, сколько могло бы оказаться жертв, если бы так не проходила массовая эвакуация. За последние два месяца из Мирнограда эвакуировались около 15 тысяч человек. В населенном пункте почти месяц нет электричества, воды, газа. Ежедневно обстрелами российская армия стирает город с лица земли. Я вчера второй раз народился. У меня 20 мая день рождения, а вчера был второй день рождения. Мобильной связи в городе тоже практически нет. Это усложняет работу эвакуационных групп. Волонтеры говорят, сложно дозвониться мирным жителям, чтобы предупредить о своем приезде. Поэтому пенсионерка Ольга Константиновна с утра ждала группу с вещами возле дома. Жалко город покидать? Нет. Не знаю, как сказать. Я здесь родилась, я здесь прожила, и в этом 50-60 лет уже в доме прожила. Забирая тех, кто точно решился на эвакуацию, волонтерам удается уговорить и тех, кто сомневался. Бесплатно вас везут, собрали сейчас и поехали. Серьезно? Серьезно, конечно. Собирайтесь. Я никого не бросаю, я буду с вами. Собирайтесь. Все, собираемся. Где показываетесь? Волонтеры заезжают и в один из самых опасных районов города. Он находится под постоянными обстрелами. К тому же за передвижением по улицам следят дроны противника. Поэтому здесь необходимо использовать бронированную технику. Это самый обстреливаемый район города Мирнограда. Находится он от фронта примерно в одном километре. Здесь даже если проводить эвакуацию, действовать нужно достаточно быстро. Уцелевших домов нет, однако по-прежнему живут люди. Пенсионер Александр Вадимович уже несколько дней ждет эвакуацию. У 76-летнего мужчины проблемы со здоровьем. Он плохо ходит. И оставаться жить без коммуникаций, говорит, уже невозможно. У меня стрелы не страшны. Вот тут как вот, смотрите, зима. А мне сейчас холодно. И холодно, и голодно. Ну, света нет. Ну, понимаете, ничего нет. Вот что страшно. Областная военная администрация и волонтеры продолжают призывать местных жителей выезжать, так как фронт слишком близко, и поэтому вернуть электричество, воду и газ в дома во время боевых действий невозможно. Я так понимаю, вот тот пик наступает для Мирнограда, когда уже все ближится к тому, что эвакуация скоро будет невозможна. Да, очень сильные обстрелы идут. Сейчас мы в том районе был, где сегодня были прилеты. Многие операционные группы из волонтеров, организации, которые не могут туда доехать, потому что идут обстрелы очень сильные. Также из Мирнограда удалось вывести все семьи с детьми. Большая часть населения, которое еще остается в городе, люди пенсионного возраста. По данным местных властей, это около трех тысяч человек. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области, для телеканала «Фридом». 134 боевых столкновений зафиксировано на фронте за сутки. По данным Генерального штаба ВСУ, самая горячая ситуация на Покровском направлении. Там украинские защитники отбили 56 штурмов россиян. Наибольшая концентрация атак противника была возле Селидова. Сложная ситуация и на Кураховском участке фронта, где российские захватчики 47 раз безуспешно пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Силы обороны держат рубежи и достойно отвечают противнику. За прошедшие сутки на Харьковском направлении в общей сложности произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты совершили 384 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на все действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Из сообщения оперативно-таксической группировки Харьков в Телеграм. Еще 1460 российских оккупантов украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки, сообщили в Генштабе ВСУ. Также силы обороны уничтожили еще 9 российских танков, 30 боевых бронемашин и 51 артиллерийскую систему. Кроме этого сбили 85 беспилотников, а также поразили более 100 единиц автомобильной и специальной техники российской армии. Великобритания дополнительно выделит еще 155 миллионов долларов в поддержку Коалиции морских сил и средств. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства. Также Британия вместе с Норвегией ищет партнеров для совместного финансирования поставок морских беспилотников и радаров наблюдения. Для защиты украинского зернового коридора нужно 130 миллионов долларов, сообщили в правительстве Великобритании. Отмечу, что в рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов, амфибий и рейдовых катеров, в сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Латвию, где завтра начнется третий парламентский саммит Крымской платформы. Спикер украинского парламента уже встретился с президентом Латвии, а также премьер-министром страны и главой латвийского парламента. Руслан Стефанчук поблагодарил Латвию за помощь, оказанную Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения. Выразил благодарность за оборонную помощь, включая последний пакет, за помощь Латвии в подготовке украинских военных, их лечении и реабилитацию, участие в разработке и внедрении всех пакетов санкций против агрессора. Обсудили вызовы безопасности, наше дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, в соцсети Икс. У Пентагона есть доказательства отправки солдат КНДР в Россию. Об этом в Риме заявил министр обороны США Лой Тостин во время своего визита. И отметил, что если намерением военных Северной Кореи является участие в войне России против Украины, то это очень серьезный вопрос, который будет иметь влияние не только в Европе, но и в Индотехоокеанском регионе. Мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправлены в Россию. Что именно они там делают, это еще предстоит выяснить. Это тот вопрос, в котором нам нужно разобраться. Мы расскажем вам об этом позже. И вы знаете, поскольку мы продолжаем изучать это, есть доказательства присутствия войск КНДР в России. Великобритания и Германия подписали историческое оборонное соглашение, которое предусматривает усиление двустороннего оборонного сотрудничества во всех сферах. Это воздух, суша, море, космос и киберпространство. Документ, в частности, включает разработку нового дальнобойного оружия. Кроме этого, в соглашении есть совместные обязательства по развитию военных возможностей для Украины. Атаки дронов по военной инфраструктуре России продолжаются. Так, в ночь на 22 октября в России прогремел ряд взрывов и вспыхнули пожары. Украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Ефремове Тульской области, а также предприятия «Биохим» в Тамбовской области. Работала российская ПВО, и в ночь на 20 октября раздавались взрывы и пылали пожары сразу в нескольких регионах России. Подробнее в материале. На этот раз целью украинских атак стали спиртзаводы. Они используются в России не только для производства спирта, но и для производства взрывчатых веществ, а также топлива для военных нужд. Украинские БПЛА атаковали четыре предприятия на территории России. «Биохим», «Переработка меломассы» и «Производство этилового спирта». Лужковский спиртзавод, Ефремовский спиртзавод, промышленное предприятие Воронежской области – это все военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины в Телеграм. А вот завод «Кремний-Л» в Брянске и вовсе прекратил работу после недавней атаки беспилотниками – одной из крупнейших российских предприятий по производству микроэлектроники. Там изготавляют детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас. Есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры. Строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений. Олег Данцев, генеральный директор «Кремний-Л» на сайте предприятия. «Кремний-Л» подвергался атакам и ранее – в августе и сентябре 2023-го, а также в июне 2024-го. За последний год атак по военным объектам России стало намного больше, причем их эффективность значительно выросла. И причина ряда провальных отражений атак России – нехватка ПВО, отмечают эксперты. Мы сейчас видим микроэлектроника, взрывчатые вещества, промышленная взрывчатка, детали для КАПов, детали для зенитных ракет, детали для оперативно-фактических ракет. То есть вот мы достаточно последовательно и системно занимаемся уничтожением важных объектов военно-промышленного комплекса. Что крайне важно в ситуации, когда наши западные партнеры не хотят нам разрешать бить по территории российской генерации». Однако ситуация могла бы кардинально измениться, если бы Украина могла использовать не только ударные беспилотники, а и дальнобойное оружие для уничтожения объектов военной инфраструктуры России. Подчеркивают эксперты, речь идет как минимум о 261 военном объекте страны-агрессора. «Это нельзя заменить, знаете, вот у нас есть дроны, ракеты не нужны. Это совершенно другой тип вооружения, он более эффективный, иногда более точный. Естественно, большая боеголовка, то есть это ракета, которая несет большой боезаряд по сравнению с дронами, которые могут нести 100 килограмм максимум на какие-то приемлемые расстояния, там два, даже две с половиной тысячи километров. Или же это должно быть, вы понимаете, физику не обманешь, это должна быть достаточно серьезная такая бандура, машина, то есть серьезный самолет, который понесет там больше, чем 100 килограмм». Киев продолжает настаивать на том, что возможность наносить удары по территории России оружием, переданным союзниками, необходима для успешной обороны и защиты гражданских объектов от обстрелов российской армии. На сегодняшний день Украина может применять американское оружие только по целям в приграничных российских районах. Вашингтон дал добро на такие удары в конце мая 2024 года. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встретили представитель Государственного совета республики и мэр Казани. Официально участие Гутерреша в саммите подтвердили лишь накануне. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины осудили визит Гутерреша на саммит БРИКС. Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН. Министерство иностранных дел Украины. В соцсети Икс. А вот Европейский Союз поддерживает деятельность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша по решению мировых проблем. Об этом на брифинге заявил представитель внешней дипломатической службы ЕС Петерстана. ЕС ожидает, что глава ООН будет использовать эту возможность для того, чтобы призвать Путина прекратить агрессию против Украины. Также Стана осудил то, что Россия использует БРИКС для того, чтобы попытаться вернуть свои позиции на международной арене. Мы, конечно, знаем, что Антонио Гутерреш находится в Казани. Мы верим, что он поддержит призыв к России и Путину полностью и безоговорочно прекратить жестокую агрессию против украинского народа и немедленно и безоговорочно уйти с украинской территории, вывести свои военные силы с украинской территории, как того уже требовал ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. И в то же время мы, конечно, осуждаем злоупотребление России своим представительством в БРИКС, чтобы попытаться показать, что Россия больше не изолирована. Москва пытается вернуть часть своего утраченного авторитета. Саммит БРИКС в российской Казани, на который съехались представители более 30 стран, в том числе лидеры Индии, Китая и ЮАР, давно перестал быть только экономической платформой, утверждают эксперты. И отмечают, что этим мероприятием Путин хочет создать видимость, что Россия якобы не находится в международной изоляции. Несомненно, что саммит в Казани Путин и будет использовать для того, чтобы пытаться подчеркнуть, что вот смотрите, вот Запад, а вот в отличие от Запада, вот конструктивные, как это подлинно суверенные государства, вот они объединяются, кроме риторики, нацеленной на показ отсутствия изоляции России и то, что формируется другой полюс, коллективный, глобальный юг против Запада, то есть продолжение линии предыдущего саммита БРИКС, вот будет еще попытка показать, сколько союзников или партнеров России вошли в БРИКС во время этого саммита. Цель визита генерального секретаря ООН в Казань, а также попытки России выйти из международной изоляции, обсудим с гостем. На связи с Фридом Игорь Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по-разному отреагировали мировые политики и организации на поездку Гутереша в Россию. Вот Украина, например, критикует главу ООН и считает, что он не должен был принимать приглашение от Путина. А в ЕС, наоборот, убеждены, что личная встреча с диктатором, она, возможно, приблизит окончание войны. На ваш взгляд, кто ближе к правде? Ну, конечно, ближе к правде Украина. Потому что логика для наших зрителей, я думаю, абсолютно понятна. То есть, на Украину сделана вооруженная агрессия. И закончить эту войну можно лишь на основании устава ООН. Об этом постоянно говорит президент Зеленский, включает это в план победы. Что это означает? Что устав ООН четко прописывает территориальную целостность и суверенитет государств-членов. Российская Федерация нарушила вообще весь первый раздел, который говорит о принципах. Первый раздел устава ООН. Весь нарушен. И после этого генеральный секретарь ООН летит в Москву, в Казань. То есть, ладно бы он летел просто на саммит БРИКС в других странах. Вероятно, это было бы частью его должностных обязанностей. Но в данном случае он посещает именно территорию той страны, которая грубо нарушила все статьи устава ООН. Вот это, конечно, для нас считается неприемлемым. И здесь заявление украинского МИДа абсолютно понятно. А вот заявление как раз того же Питера Стана не совсем понятно. Означает ли это, что в ближайшем будущем и официальные представители Европейского Союза будут посещать Российскую Федерацию, несмотря на то, что она продолжает вооруженную агрессию? — Характеризовать тогда этот визит Гутерриша, да, при том, что вы отметили, что Российская Федерация нарушила там большинство пунктов ООН. Он дискредитирует ведь свою организацию таким образом? — Да, ООН находится в кризисе. Мы это понимаем. Он был осознан по итогам Второй мировой войны. Страны-победители зафиксировали свои привилегии, войдя постоянными членами в Совет Безопасности. И на первом этапе во время Холодной войны он выполнял функцию площадки для понижения эскалации. Но мы видим, что в 21 веке ситуация изменилась, глобальная гиполитическая ситуация изменилась. И ни ООН, ни в частности Совет Безопасности не смогли ни предупредить вооруженную агрессию России против Украины, ни остановить войну после этого. Поэтому и ООН однозначно нуждается в реформах, и об этом многие говорят, и на последней Генеральной Ассамблее об этом говорилось. Но мы понимаем, что это не быстро делается. Но если и дальше подрывать авторитет ООН, то еще сложнее будет всем странам апеллировать к этой организации, когда у них тоже будут проблемы или их соседи также будут нарушать устав ООН. Вы говорите, многие другие эксперты говорят о том, что ООН нуждается в реорганизации, скажем так. А процесс он начат уже или еще далеко до этого начала? Начат разве что на уровне рабочей группы. Вообще ООНовская бюрократия считается самой страшной бюрократией в мире. Там все делается очень медленно, и все согласовывается слишком многими инстанциями. И поэтому, да, есть даже, можно сказать, консенсус большинства мировых игроков о том, что Совет Безопасности нужно расширить, включив туда те страны, которые значительно укрепили свое влияние в последние годы, особенно в 21 веке. Это говорится и о Германии, говорится об Индии, говорится об одном месте, допустим, для Африки, которая представляла бы интересы этой страны. Но пока что даже проектов решений или публичных дебатов не происходит. Пока что идет все на закрытых экспертных и клубных дискуссиях. Возвращаясь к Бриксу, очевидно, что Путин использует этот саммит, чтобы создать такую минимую видимость того, что Россия не в изоляции, а наоборот в клубе влиятельных государств, как говорят, в Кремле. Как вы считаете, кто активнее остальных сейчас подыгрывает Российской Федерации в этом вопросе? Давайте начнем с того, что Брикс – это же не российская организация, хоть инициатива и прозвучала в Санкт-Петербурге в свое время. Все-таки доминирующая сила в Брикс – это Китай. И поэтому без Китая ни одно решение не принимается. И Си Цзиньпинь еще заранее предупредил, что да, он будет в Казани. Это стало сигналом для многих других лидеров. Да, Лула де Сильва поскользнулся в душе, а у лидера Кубы выключили свет. Но 22 лидера государств и правительств все-таки прибыли в Казань. И таким образом их совместный визит, конечно, стал важным сигналом для России. Россия это максимально будет использовать, показывая, что международной изоляции не существует. Это и лидеры стран, которые объединяют половину населения Земли, приехали в гости к Владимиру Путину в Казань. Но вот при этом и у Китая, и у Индии у них есть свои интересы на Брикс. И такое ощущение вообще складывается, что именно эти страны в авангарде саммита. Насколько сейчас вообще Москва зависима именно от Пекина и Нью-Дели? В условиях довольно серьезных западных санкций российская экономика, конечно, нашла компенсаторы на рынках Азии в первую очередь. И Китай выкупает сейчас половину российской нефти, 90% золота, 90% леса. Индия построила довольно прибыльный бизнес, покупая с большим дисконтом российскую нефть, ниже прайс-кэпа, перерабатывая на своих нефтеприрадующих заводах и отправляя потом в Европу уже как нефтепродукты индийского происхождения. Конечно, если бы эти рынки закрылись для России так же, как и европейские рынки, то Россия не могла бы получать столько денег и продолжать войну той же интенсивности. И поэтому вторичные санкции разрабатываются, иногда применяются, иногда даже работают. Сработали вторичные санкции по мелким китайским банкам, которые скупали россияне, через которых проводили денежные операции. Но, тем не менее, мы понимаем, что российские спецслужбы ищут новые обходные пути для того, чтобы продолжать экспортные и импортные операции и продолжать получать валюту для производства вооружений. Вот вы сейчас вспомнили об обходе санкций Российской Федерации. Именно для этого на БРИКС собираются обсуждать создание новой глобальной платежной системы. Насколько это вероятно, создание этой системы? Насколько она будет действована? Удастся ли этим странам помочь Российской Федерации обходить ограничения европейские и западного мира? Пожалуй, Россия, наверное, больше всех заинтересована в том, чтобы создать альтернативную платежную систему, потому что платежи в долларе и евро блокируются. Но проблема гораздо глубже. Это общий протест стран так называемого глобального юга, либо не запада против действующей финансовой системы, против британ-вудских договоренностей, подтвержденных в Ямайке, о том, что все расчеты идут через мировые резервные валюты, а все резервные валюты принадлежат не членам БРИКС. И поэтому они обсуждают это давно, навряд ли будут совсем уж кардинальные решения на этом саммите. Но мы видим, что и Федеральная резервная система, и Европейский Центробанк встревожены попытками создать параллельные финансовые расчеты, когда экономики стран-членов БРИКС хотя бы между собой будут рассчитываться не через доллар и не через евро. Тогда, конечно, это ударит по позициям доллара и евро. А другая линия, которую также обсуждают на саммите БРИКС, и которые уже реализуют часть его членов, это они повстепенно избавляются от американских трежерис, что повлияло на доходность американской облигации. Игорь Владимирович, а как вы в общем видите общую повестку саммита в Казани? Потому что многие эксперты отмечают, что из чисто экономического форума БРИКС превращается в геополитический больше. Ну, соглашусь с такими оценками. БРИКС это ни в коем случае не военный союз и даже не организация области безопасности. Безопасность они более обсуждают на саммитах Шанхайской организации сотрудничества, которая в свою очередь задумывалась как сеть для борьбы с терроризмом, но сейчас стала гораздо более серьезные вопросы обсуждать. Сам же БРИКС это пока клуб, это клуб обиженных на то, как в мире делится большой геополитический пирог, и клуб тех, которые готовы заявлять о том, что они хотели бы большую часть этого пирога получать. И поэтому дискуссии будут продолжаться, решения будут точечные, но пока они только бросают вызов глобальному доминированию Запада в экономике, но не готовы предложить ни альтернативы, ни реальные пути борьбы с этим доминированием. Как раз в продолжение темы, Институт изучения войны пишет, что Путин на саммите БРИКС пытается создать своего рода механизм для усиления войны против Украины. На ваш взгляд, имеет место такая позиция, такая мысль? Есть две противоположных оценки. Одна это то, что доминировать на саммите БРИКС в вопросе российско-украинской войны будет китайско-бразильская инициатива. И что в финальную декларацию они включат призыв к заморозке по линии фронта уже сейчас. И накануне было много визитов челочной дипломатии. Я думаю, что большой привет от стран Запада на БРИКС и лично Путину привез Реджеп Эрдоган, с которым накануне в Стамбуле встречался и Олаф Шольц, и Андрей Сибига. Другая же линия говорит о том, что Россия будет убеждать своих коллег по БРИКСу в том, что у нее все хорошо, что она ведет победоносную войну, и поэтому нужно выписать декларацию так, финальную, чтобы Россия могла и дальше продолжать и войну, и ударить по гражданской инфраструктуре. Ну вот увидим по заявлениях и по действиях участников форума. Ну а в целом, вот какие выводы вы бы сделали, каких, точнее, выводов вы ожидаете от этого саммита? Потому что вот как бы Путин не пытался выйти из тени, как бы он не пытался показать, что Россия не в изоляции находится, ну понимание-то у тех, кто приехал на этот саммит есть, что доверие к Российской Федерации, оно же практически нулевое. Если бы они это понимали, они бы не приехали. Поэтому, да, 22 лидера государств и правительств, это много. Это за два с половиной года войны самая большая, самая представительская явка. Давайте вспомним, на экономический форум в Санкт-Петербурге приезжало три президента в лучшем случае из, честно скажем, не самых влиятельных стран мира. А остальные воздерживались от участия в публичных предприятиях на территории Российской Федерации. Максимум это были разовые визиты для двухсторонних встреч, и в том числе обсуждались и вопросы мирного регулирования. И поэтому Россия своих целей уже добилась. Она уже показала, что к ней могут одновременно приехать довольно много мировых лидеров. Игорь Владимирович, а как тогда должны действовать союзники Украины, страны Запада, чтобы подобные мероприятия, мероприятия подобного масштаба не происходили, тем более на территории Российской Федерации? Ну, читать, наверное, заявление украинского МИДа, потому что в начале нашего разговора вы цитировали в сюжете заявление официального представителя Европейской комиссии, который сказал, что визит генерального секретаря ООН на территорию России, встреча с лидером Российской Федерации, это вполне нормальная политика. Ну, естественно, это поощрение к тому, что на следующее статусное мероприятие может приехать не 22, а уже 44 или еще больше лидера глав государств и правительств. Поэтому попустительство агрессии, оно является стимулем для увеличения аппетита в агрессорах. Действительно, и тем более позиция Украины и союзников должна быть единой. Игорь Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» был с нами на связи. Мы говорили о визите генерального секретаря ООН в Россию, в Казань, где сейчас проходит экономический саммит «БРИКС». На этом «Наше время» подошло к концу. Я прощаюсь с вами до вечера. Следующий выпуск проекта «Наше время» не пропустите в 21.00. До встречи на Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин